Кусочек Диснея будет лишним. И мне было очень стыдно. Отвалите меня. Это был просто кошмар. Отдельная благодарность моей печени. Я просто орала. Наливайте свои стаканы, там вот это все. Это очень плохо. Конечно же. Тин-тин. Роды по сравнению с этим. Это вообще ничего. Привет, красотка. И сегодняшнее видео это вторая часть моей истории зубов. Первую часть я снимала два года назад. Вот представьте, да? Вот сейчас те, кто помнит вообще еще тот период. Я была беременна. И кажется, что это было вчера. И вот эти два импланта внедряются в твою, блин, Дисну. Как бы понимаете? За плечами уже огромный пласт работы. Если вы вдруг не смотрели первую серию, можно сказать. То я настоятельно рекомендую начать именно с нее. Я сейчас ее вот здесь вот вставлю. Потому что именно там я ввожу вас вообще в курс дела. Очень много и наглядно поясняю, рассказываю. Там чем отличаются виниры от коронок, от имплантов. Рассказываю о своем огромном опыте лечения и всяких разных операций, процедур, которые я перенесла. Но не тут-то было, когда мне вставляли импланты. Это была самая жестокая операция в моей жизни. Я немного не симпатичная. Ну а если вы из тех, кто уже посмотрел эту серию и очень жаждал второй части, что же произошло за эти два года, какую работу мы провернули, то добро пожаловать на это видео. Более того, в этом видео я решила еще добавить такой блок полезной информации, ответы на вопросы, на самые распространенные ваши, конечно же, вопросы. Потому что для меня в этой теме уже много всего понятного, много такого очевидного. Типа я хожу к стоматологу, знаете, как себе домой. Я уже забыла, каково это было, когда я впервые только начинала все вот эти шаги. И поэтому я попросила вас задать вопросы. Их накопилось очень много, но я отобрала самые такие интересные 10 вопросов. И в конце видео я обязательно на них отвечу. Надеюсь, кому-то облегчу жизнь и вообще отношение к стоматологии. Так вот, почему я ждала этого видео? Потому что я хотела снять вторую часть именно тогда, когда я закончу все манипуляции с зубами. Ну, практически все я под звездочкой, знаете, ставлю. Ну, потому что осталась вообще фигня по сравнению с тем, что мы уже сделали. Но в общем и целом, и с точки зрения здоровья, да, то есть внутреннего лечения и терапевтических всяких работ, так и со стороны эстетики, да, то есть коронки, вот эти вот все красивые моменты, все позади. Все позади. Мы закончили буквально вчера, потому что вчера у меня был последний сеанс, когда мы мне надевали постоянные коронки вот на эту сторону. И теперь с чистой совестью и со спокойной душой я могу сказать, что я молодец. Хвалить себя важно, хвалить себя нужно действительно. Это очень мотивирует, это поддерживает тебя, вдохновляет на протяжении всего пути, потому что то, что мы провернули за эти, сейчас скажу сколько, почти 4 года. То есть первый раз я пришла к стоматологу в сентябре 2017 года. Что у меня там было, какая у меня была ситуация? Не передать словами, это нужно было просто видеть. И в прошлой части, в первой части моей истории зубов, мы закончили на том, что как раз мне вживили два импланта, да, я с ними уже отходила, у меня они прижились, слава богу, и мне уже несколько коронок поставили. Но на самом деле я вспоминаю вот те эмоции, я думала, о, как много уже позади, какая я молодец. И как много мы после этого сделали, и как сейчас все выглядит. Ты, конечно, небо и земля. Так вот, почти полтора года после того видео я занималась только тем, что мы пролечивали внутри зубы. Конечно же, заново пролечивали после всех городских больниц, которые мне только ухудшили ситуацию в прошлом, да, когда я еще в Тагиле жила, когда я ходила вот так вот местно в разные больницы, и абсолютно даже не соблюдая каких-то элементарных норм по изоляции, например, зуба, да, во время лечения. В общем, долечили до того, что стало только хуже. Сколько за этот период раз мы находили остатки инструментов, забытые в канале зубы, например, или просто какое-то странное пломбирование, просто каким-то непонятным материалом, как будто штриха туда засунули. В общем, разные истории были, и самое главное, что это все позади. Конечно, было не всегда легко и не всегда просто. Сегодня я тоже расскажу об эмоциональной части всего лечения, потому что это важная вещь. Когда идет речь о человеческом факторе, и как бы от тебя зависит, будешь ли ты вообще ходить, какой у тебя настрой, да, дотянешь ли ты. В среднем на лечение каждого зуба у меня уходило по 2-3 сеанса по 2 часа. Самое долгое, это рекорд, это было 4 сеанса по 2 часа. 8 часов я потратила на один только зуб. Конечно, это да, был зуб не передний, это был зуб маляр, то есть дальний жевательный, там целых 4 канала, и там все очень долго пломбировалось, долго чистилось, и это прям вот муторно. То есть как для меня, так и для стоматолога, конечно. Но без этого никуда. Многие думают, что самое сложное, это только вот внешняя часть, то есть чтобы зубы были красивые. Но на самом деле это как вот совсем, наверное, в жизни. Внешне это только обертка, как у любой конфетки, это только фантик. А то, что внутри, намного важнее, конечно же. И поэтому мы очень тщательно занимались восстановлением зубов именно вот в корневых каналах, чтобы сохранить зубы. Иногда даже у меня были такие ситуации, когда, казалось бы, зуба, да, вот самой вот этой зубной эмали вообще практически нет. То есть она как будто, ну, все в кариесе, например, было. Один пломбировочный материал. Но самое главное, что зуб живой. И мы, конечно же, боролись за его существование, потому что любой специалист, любой стоматолог скажет, что имплант поставить можно всегда, да. Имплант — это именно замена корня зуба, так скажем. Но сохранить свой зуб — это намного, намного важнее. Поэтому если все силы можно направить на это и восстановить зуб, то эмаль, поверьте, это, ну, это вопрос просто коронки, вопрос эстетики. Это просто верхушка айсберга. За эти два года, как вы понимаете, был такой момент, как рождение Евы. И, конечно же, первые полгода после родов я не посещала стоматолога вообще. По-моему, только на гигиену я сходила. Но потому что это достаточно много по времени. То есть мне ехать в больницу полчаса, обратно полчаса, и сам сеанс — два часа. Это, получается, три часа времени. И с маленькой грудной Евой это было критично сложно. Она еще не пила сцеженное молоко. Ну, то есть она вообще не брала практически, даже если я куда-то отлучалась. Она протестовала, она голодала и возвращение меня ждало. Поэтому максимальное количество операций, максимальное количество лечений мы сделали до родов. Желательно даже было это, помните, я говорила, до беременности сделать. И потихонечку, помаленечку, когда уже можно было отлучаться от Евы хотя бы на три часа, я начала свои визиты к стоматологу. Точнее, не начала, а вернула просто-напросто. И вот мы долго и упорно лечили, лечили, лечили зубы. Что мне помогало на протяжении всего этого пути? Наверное, это просто настрой на то, что никуда не деться. То есть в любом случае ты будешь это делать сейчас или через 10 лет, когда ситуация будет еще хуже. В любом случае это делать надо. И как бы вот это ощущение того, что нет варианта отмазаться, оно сразу так тебя успокаивает. Ты даже не думаешь об этом. И в итоге какой смысл мусолить мысли, что тебе не хочется, сложно, больно, ла-ла-ла, если ты можешь сконцентрироваться на чем-то другом. Например, я брала с собой книги всегда. В итоге я столько аудиокниг прослушала за время сеансов, сколько никогда в жизни, наверное. Сначала я стеснялась, потому что, ну че, как они там и так работают? Я лежи, не рыпайся, типа. Потом я подумала, откуда эти мысли? Это мое время. Я могу сейчас 2 часа просто гонять мысли, а могу провести это время с пользой. И просто-напросто однажды я спросила. Иногда важно просто спросить. Конечно, стоматологи оказались не против. Более того, они даже предложили поставить для всех аудиокнигу эту, то есть поставить ее громко, не в наушниках, а просто для всех. Но когда это были книги, которые я хочу именно лично, то есть в наушниках погрузиться, послушать, в руке постоянно лежал телефон, я надевала один наушник, второй я убирала, чтобы слышать стоматолога, если что, там какие-то манипуляции надо сделать, чтобы я была в контакте с ними. А так, в общем и целом, это очень помогает абстрагироваться вообще от ситуации, которая происходит у тебя во рту. Я, конечно, понимаю, это звучит, наверное, странно, потому что многие у стоматолога просто вот так вот сидят, быстрее, быстрее бы закончилось. А я книги такая слушаю, засыпаю вообще на сеансах, но это приходит со временем. После досконального лечения всех зубов, то есть всех корневых каналов, удаления кариеса, начался снова этап протезирования. Почему я говорю снова? Потому что с этой стороной, с этой челюстью мы поставили все коронки еще два года назад. Вся эта сторона и верхняя и нижняя челюсти у меня были со своими зубами, то есть без коронок. Коронки, напоминаю, это только внешняя часть. То есть, по сути, это то, что мы видим, вот это типа зубная эмаль. Почему бы просто не оставить леченые зубы, они же и так вроде вылечены, вот пусть дальше стоят. Потому что они настолько у меня были хрупкие внутри, настолько сильно там все пролечено и живого места от них как будто нет, что гарантии, что они мне прослужат хотя бы там два-три года вообще не было. Возможно, я съем какой-нибудь орех, даже замоченный, девочки, или яблоко откушу. В один прекрасный момент просто все разрушится. Коронка же позволяет тебе как будто, знаете, защиту некую ставить на зуб. Она очень прочная. Она позволяет тебе жить с зубом так, как будто с ним все в порядке. Ну и, конечно, эстетически внешне он тоже может быть нужного вам цвета, нужной вам формы, то есть красивый и так далее. И вот в этот момент я столкнулась с очень интересным моментом, как один и тот же организм может абсолютно по-разному реагировать на одни и те же манипуляции с зубами и с деснами. Раньше у меня нормальный организм реагировал на коронки и на кучу анестезий, да, вот этих вот местных, когда ставят уколы. А в этот раз просто какой-то кошмар. То есть местный иммунитет, именно локальный иммунитет полости рта, видимо, очень был ослаблен, хотя я не понимаю, почему. По всем там показателям, витаминам, анализам у меня все хорошо. Просто врач сказал, ну вот сейчас так. Может, мой организм просто-напросто устал от кучи уколов, от кучи анестезии, просто сказал, отвалите от меня, хватит меня что-то колоть постоянно. Во-первых, у меня безумно повысилась чувствительность, когда мне ставят укол. То есть раньше, да, было, конечно, неприятно, это всем неприятно, особенно первый вкол, когда нужно обезболить вот эту вот зону, да, потом уже можно ставить укол поглубже. Но первый вкол, он всем неприятный, а у меня он был настолько неприятный, как будто мне сразу же просто ставили вот так вот. Начали появляться маленькие авточки, это называется. Это маленькие как будто язвочки на месте вколов. То есть иммунитет местный просто не справлялся. По сути, как должно происходить? Да, укол, это, конечно же, разрыв тканей, это стресс для организма в любом случае, но он с этим должен быстро справляться. Ну, достаточно быстро. Всегда у меня все нормально было. А тут он реагировал очень агрессивно, просто не принимал анестезию. В итоге для меня вот эта часть протезирования, которая, казалось бы, буквально вот такая, ну, эстетическая, да, она, ну, ничего такого. Это был просто кошмар. Еще, конечно, важно понимать, что когда тебе ставят коронки, это не просто тебе такие формочку вот нужного зубика вот так сделали, чпаньк, готово. Нет. Это долгая, изнурительная процедура от того, как тебе сначала снимают слепки. Их нужно сделать супер точно. Если вдруг что-то там на мини-миллиметр, какой-нибудь наномиллиметр сдвинулось, тебе переделывают эти слепки. И по этим слепкам тебе потом будут делать коронки. Когда тебе устанавливают коронки, это еще менее приятный процесс. Потому что, чтобы их коронка, вот эта вот внешняя, да, зацепилась за твой зуб, который немножечко обточили, разумеется, да, нужно хорошенько отодвинуть десну. Вот чтобы вы представляли, вот зуб есть, вот здесь десна. И вот десну нужно отодвинуть наверх, чтобы она не мешалась. А как это делать? Прокладывают специальные ниточки, которые вот так вот местно отодвигают десну. Иногда может случиться такое, что кусочек десны будет лишним. Не то, чтобы лишним для вас, а лишним для того, чтобы грамотно установить коронку. И тогда ее нужно будет прижечь, отсечь. Или отсечь костную ткань, еще лучше. И мне такое нужно было делать со всеми зубами, потому что везде у меня десна была лишняя. И на это все мой организм реагировал еще хуже. На следующий день я могла проснуться вот с такой вот щекой. Хотя, казалось бы, до этого он переносил такие процедуры, которые намного посложнее, намного серьезнее. И реабилитация после них должна быть дольше. Но у меня все случилось наоборот. Вот такой непредсказуемый организм. Я не хочу сейчас ни в коем случае вас напугать. Не думайте, что я это рассказываю, чтобы сказать, а вот так вот мне было сложно. Поэтому не советую. Нет, наоборот, я очень советую заниматься зубами как можно раньше, чтобы как раз таки всего этого по возможности избежать. И сейчас, пережив все, что я пережила, осознавая каждую операцию, осознавая каждый прием, я понимаю, что я очень счастлива, что я этим занялась, что я безумно горжусь тем, что у меня сейчас есть. И не в плане даже эстетики, а в плане здоровья зубов, потому что это был просто швах. Почему я сказала, что не все еще закончено? Потому что у меня есть восьмерки, это зубы мудрости по-другому, именно нижние. И обе восьмерки у меня лежат горизонтально. Они еще не прорезались. Это означает, что их нужно удалять. И не просто удалять и ждать, пока они прорежутся. Потому что они не прорежутся, потому что они лежат горизонтально и упираются в седьмые зубы. А седьмые зубы это хорошие и здоровые и нужные нам зубы. Если восьмерки будут расшатывать, семерки, это очень плохо. Конечно же. И в какой-то момент они это начнут делать. Поэтому мне предстоит еще две операции по удалению зубов мудрости, которые еще не прорезались. Но пока я не готова. Я просто должна немножечко отдохнуть, чуть-чуть взять тайм-аут, потому что в последнее время я туда езжу как к себе домой и уже мой организм говорит стоп. На каждый этот зуб, на каждое такое удаление мне нужно будет точно взять две недели, чтобы вычеркнуть их из своей жизни. Ну нет, просто дать себе время эти две недели. Я точно, ну, не буду какие-то планировать проекты, снимать видео, потому что, скорее всего, буду вот с такими щеками. Ну, конечно, я не одновременно их буду удалять, иначе вообще ни на одной стороне я не смогу нормально есть, даже смузи пить. К слову, о верхних зубах мудрости они у меня прорезались, мы их удалили, довольно-таки безболезненно. Я уже говорю об этом, как, знаете, как сходить просто в магазин, потому что, ну, это реально самое такое несложное, когда у тебя уже вышел зуб, и его просто нужно удалить. Это чаще всего, ну, без осложнений, это минут 8-10 времени. Ну, и хватит, наверное, болтать обо мне, теперь будем болтать о вас. Точнее, я буду отвечать на ваши вопросы, такая универсальная часть видео, потому что в большинстве случаев одни и те же вопросы волнуют разных вообще людей. Но почему я решила вставить первую часть, да, вот мою историю, продолжение истории «Мои зубов», потому что вы очень много спрашиваете, чем же все закончилось, на каком этапе сейчас я, что мы уже сделали. Я не могла пропустить эту информацию и не поделиться с вами, что все, просто давайте мы выпьем, вот прямо сейчас. Вы наливаете свои стаканы, там вот это все. У меня бутылка, мы просто чокнемся вместе с вами. Давайте. Тин-тин! Ваше здоровье и здоровье ваших зубов за то, что позади. Может быть, кто-то из вас, кстати, тоже сейчас занимается зубами. Я искренне рада за каждого, кто взялся, за этот вопрос, за каждого, кто закончил все манипуляции. И сейчас ему просто надо ходить раз в полгода на гигиену. Это просто идеально. Знаете, это Денис. У него так всегда было и всегда есть. У него буквально было два кариеса за всю историю его зубов и он просто ходит на гигиену раз в полгода. Да. Хоть бы Еве достались его зубы. Так вот, выпьем, пожалуйста, и отметим этот момент. А теперь переходим к вопросам. И, конечно же, первый вопрос, это топ-1 в теме зубов. Что волнует больше всего людей, это, конечно же, как побороть страх стоматологов. Часто вы мне пишете, что, Саша, как так? Куда ты делай эмоциональную часть? Да? Вообще. Ты же тоже человек. Ты боишься наверняка всех этих манипуляций. Разумеется, девочки. Более того, я не помню, рассказывала вам я или нет эту историю. История, с которой я стала стоматологов бояться так сильно, как ничего в своей жизни. То есть, я до этого всегда боялась пауков. Эта история прям очень на меня повлияла и до сих пор, мне кажется, я от нее не очистилась, так сказать. Однажды, когда я еще жила в Тагиле, училась в школе, мы пошли лечить зуб. Со мной пошла сестра подождать меня возле кабинета. У меня болел зуб. Это была, и я сажусь в кресло, мне посмотрели, не поставили никакого укола. Без каких-то комментариев, без обсуждения чего-либо мне начали сверлить зуб. Я думаю, ну ладно, сейчас потерплю, обычно там, типа, кариес так лечат. А то, что было после, это, мне кажется, я в транс впала. Я до сих пор даже четко не помню и не осознаю, что там происходило. Дело в том, что мне решили удалить нерв без анестезии. Я даже не знаю, как объяснить эту боль. Это вообще невозможно делать. Мне кажется, это пытки раньше такие были. Для чего тогда еще анестезия нужна? Я кричала так, как никогда в своей жизни. То есть, я кричала, даже не осознавая того, что я кричу, мне просто очень было дико больно. Это уже был момент такой, когда мне не было стыдно за то, что я там кричу или дергаюсь. Я просто орала. Я орала на всю больницу. И это было не полторы, две минуты. Это был целый прием, когда тебе чистят корневые каналы. Их там, ну, чаще всего, их четыре штуки, но окей, иногда их находят только три. И каждый нужно прочистить, а потом запломбировать. И самое интересное, вот сейчас, отходив в нормальную стоматологическую клинику, где делают то же самое, но с нормальной анестезией, с хорошей анестезией, когда ты ничего не чувствуешь, у нас на такую манипуляцию могло уйти несколько сеансов. То есть, чтобы все хорошо прочистить, потом все хорошо запломбировать. Там мне сделали это за 30 минут. Все сразу же. Вообще все в одном. Конечно же, мне не ставили никакой кофердам. Когда тебе не ставят кофердам, это означает, что никаких гарантий, что в зуб занеслась это инфекция, что все было изолировано. Этой гарантии нет. Кофердам, я напоминаю, это такое крепление, которое с помощью платка резинового изолирует зуб, который врач лечит, от других зубов. И таким образом, он занимается только им, ничего там, ни слюна, ничего из других зубов не попадет в лечащий зуб. Это действительно было страшно. Вот роды, по сравнению с этим, это вообще ничего. Я, конечно, вышла вся заплаканная. Настя, это моя сестра, вообще не понимает, что, что, почему, все просто в шоке. Кто там сидел, ждал очередь, они, наверное, перепугались 3000 раз и вообще домой убежали. Оказалось, что они просто мне не предложили анестезию, потому что я изначально не пришла с бумажкой, где оплачена анестезия. То есть, вместо того, чтобы предложить мне анестезию, за эти гребаные 127 рублей, эта врач решила делать все без нее. Ну, типа, я же не оплатила, значит, мне она не нужна. Я просто не знала, я просто пришла с больным зубом. Конечно, после этого прекрасного опыта у меня засело не просто семечко, зерно, я не знаю, у меня дерево поселилось, дерево страха ко всем стоматологам. Почему я рассказываю всю эту историю? Потому что у меня был дикий страх к стоматологам. И я понимаю, что это можно перебороть, я понимаю, что с этим можно работать, потому что у меня это получилось. Если же говорить именно локально, вот когда ты уже сидишь в кресле, да, тебя прямо колотит, то есть у тебя страшно просто от того, что ты сидишь там. И действительно, может быть, даже иногда больно, неприятно, там что-то ковыряются. Что делаю лично я? Раньше я просто зажималась и как бы, знаете, была в обороне, готовая напасть. А вот после родов, когда я поняла, как происходит процесс расслабления путем твоего направления мыслей вместо боли, я поняла, как это работает, что нельзя напрягать то, что сейчас и так напряжено. Тебе нужно найти источник боли, найти источник напряжения в твоем теле. Чаще всего зажимаются руки, чаще всего ноги вот так вот, стопы поджимаются, и ты как бы весь такой и ты должен поймать это чувство и просто через глубокое дыхание расслабиться. Потому что чисто даже на гормональном уровне, когда мы вот так вот зажимаемся, с нами какие-то манипуляции во рту происходят, очень много гормонов стресса выплескивается в кровь. И неудивительно, что потом у нас ассоциации со стоматологом не очень приятные, потому что чисто на гормональном уровне наш организм там испытывает стресс, ему действительно там нехорошо, неприятно. Поэтому только через осознанное переключение вот это вот на дыхание, на расслабление, на понимание того, что ничего сейчас в твоей жизни не угрожает, даже этот самый вот укол, шприц и так далее, ты избавляешься вот от этого страха и от этого локального напряжения. Второй по распространенности вопрос это цены. Конечно же, всех интересует, во сколько все мне это обошлось, вся моя работа. Но мне интересно, человек это спрашивает с точки зрения чего? Чтобы вот узнать цену и потом сказать, о, там вот столько вот вышло, и я никогда себе, например, этого не позволю, не пойду. Более того, я сама даже не подсчитывала на калькуляторе. Но для тех, кому это интересно именно с точки зрения своего опыта, то есть у вас, например, ситуация с зубами не очень приятная, вы понимаете, что большая работа предстоит, и вы хотите ориентироваться. Нет проще способа, чем сходить на бесплатные консультации, чаще всего они бесплатные даже в частных клиниках, ну или максимум она стоит 500 рублей, это такая диагностика, и попросить терапевта рассчитать примерную стоимость вашей работы. Чаще всего люди стесняются этого этапа и боятся пойти просто даже вот на эту первую консультацию, но понимаете, что она вас ни к чему не обязывает. Это абсолютно адекватная и нормальная практика, когда вы можете сходить в разные клиники, и не обязательно вот вы сходили в первую, вам там рассчитали, и вы должны там остаться. Нет, сходите в разные клиники вашего города, пусть вам там везде посчитают, расскажут об их материале. Прямо вот я первые разы ходила с бумажкой, вот так вот все записывала. Что у вас, какие у вас материалы, сколько что будет стоить, сколько примерно посещений, сколько лет. Мне примерно так и обрисовали, ну примерно 5 лет. Мне сказали, 5 лет буду я работать, если буду часто ходить. Я ходила настолько часто, насколько могла, поэтому справились за 3,5. Конечно, это не дешево, намного дешевле соблюдать гигиену, нормально чистить зубы нитью и щеткой, ходить на профилактику и избегать вот этого всего. И когда уже только вы довели до вот этого всего, там и будет дорого, там и будет бить по карману. Ну, я могу сказать, что это мой опыт. Я запустила очень сильно свои зубы. Хоть один бы врач в городских больницах, который пристыжал меня за плохие зубы, хоть один раз бы мне сказали, пользуйся зубной нитью, девочка, у тебя кариесы, все между зубами. Ничего тебе это не дает понять? Следующий вопрос. Это скорее даже не вопрос, а эмоция больше. Мне стыдно приходить к стоматологу. Вот просто, очень часто. Просто стыдно идти со своей историей. И прекрасно понимаю, в 19 лет, когда я первый раз пошла к стоматологу, у меня ситуация была хуже, чем у 40-летних, 50-летних, там, людей, которые вообще за зубами не ухаживают. И мне было очень стыдно. Молодая, красивая девушка открывает рот, а там... Я очень стеснялась, особенно после тех случаев, когда стоматологи переходили границу личности, да, и вообще уважение и какой-то субординации, и имели право пристыдить меня, например, за плохие зубы. Но в адекватных клиниках, конечно, все должно быть без оценок. То есть, если вы приходите к стоматологу, он начинает оценивать вашу ситуацию, в плане оценивать не то, что сколько у вас работы, да, впереди, а то, как вы могли все это запустить, например. Ну, для меня это хороший такой звоночек, чтобы вообще сказать до свидания и задуматься о компетенции врача. И здесь, к сожалению или к счастью, кроме работы над собой, над своим настроем и над тем, чтобы пересилить себя и сходить все-таки, я ничего не могу посоветовать. Просто знайте, что я с вами и что у меня было все то же самое. Даже если мы сейчас живем в разных городах, я дистанционно и мысленно держу за вас кулачки и поддерживаю на всех стадиях лечения, на всех стадиях любых манипуляций. Может быть, вам от этого станет легче. Но, к сожалению, работа идет только изнутри. Вам нужно пересилить себя, забить на мнение остальных. И это, кстати, очень хорошая практика. Вам это потом отразится и в жизни, не только в стоматологии, а просто вы станете намного поверхностнее относиться к оценке других людей, ко мнению других людей. Вам будет без разницы, если вы делаете что-то для себя хорошее, полезное, здоровое. Это будет намного важнее. Это будет в приоритете. Следующий вопрос. Как спать у зубного? Нужно же часто сплевывать. Да, я нередко говорила, что я засыпаю у зубного. Это происходит чаще всего, когда вот такие монотонные операции, когда, например, корневые каналы прочищают. И это достаточно долгая и монотонная работа, когда ничего нового вроде бы не делают и просто маленьким инструментом тебе чистят-чистят, берут другой, снова чистят-чистят, что-то там немножечко посушат, подуют и опять чистят-чистят. И вот ты как-то во всем этом смотришь еще в одну точку, лежишь в одном положении, сможешь вырубиться спокойно. В клиниках чаще всего есть трубочки, которые всасывают слюну. Поэтому про скопление слюны я вообще не переживала. Она скапливается, тебе сразу ее высасывают. Называется такая штука слюноотсос. Интересно узнать об уходе за зубами Евы. Что ты будешь делать, чего не будешь делать, какая у нее щетка, паста. До трех лет пасту у ребенка вообще не обязательно, но, конечно, вы это не от блогера. Лучше услышите, а сходите к своему стоматологу и отведите ребенка к стоматологу. Мы показали Еву первый раз в полтора года. До этого я знала, что с появлением первых зубов нужно чистить зубы ватным диском, потому что щеткой она, конечно, не давала, что-то вообще за штука. И чтобы ее не напугать и чтобы не отвернуть от этого процесса, я очень аккуратненько ватным диском проходилась по тем зубкам, которые уже прорезались. Конечно же, своим примером мы показываем все. Это первоначально. Каждый вечер и каждое утро мы чистим зубы и обязательно делаем это с Евой. То есть не пока она где-то спит, чем-то занята, мы вместе с ней идем чистить зубы, я ей даю там щетку, пока она просто ей вот так вот как-то играла, ковырялась. Ей хочется повторять за мамой с папой. Она даже нитью уже почистила несколько раз зубы, но это не обязательно в таком возрасте. Там зубки очень далеко друг от друга находятся, поэтому достаточно монопучком, например, проходиться, но это уже попозже. Вот сейчас, например, ей год и восемь, она уже знает, что такое чистить зубы, она каждый день этого сама хочет и маленьким монопучком я прохожусь по каждому зубику. Конечно, она дает это сделать не за раз, я там чем-то отвлекаюсь, что-то мы делаем, пока я себе почищу, потом один зуб Еве, потом опять себе, в целом, конечно, нужно прививать это именно с радостью, с интересом. Раз в полгода нам сказали обращаться к стоматологу. У некоторых деток, оказывается, уже в год, там, в год и два бывают кариес, но, конечно, зависит это еще от количества сахара, например, который дают ребенку, если он ест какие-то шоколадки. Ребенок не может это прочувствовать, где у него там что застряло, это мы своим языком прошлись такие по зубам и вроде убрали остатки, хотя все равно это не очень эффективно, то ребенок вообще может забить, у него этот шоколад и вы не заметили, например, тоже не прочистили и все. Здравствуйте, кариес, здравствуйте, бактерии. У Евы, к счастью, не было ни одного кариеса, когда мы ходили, в следующий раз нам сказали прийти уже в два годика с лишним. Но я вам скажу после моего опыта зубов, у Евы не будет ни одного кариеса. Если он будет появляться, то он будет сразу же дисквалифицирован из нашей жизни. По крайней мере, я сделаю все для этого. Недавно я ей дала впервые леденец с ксилитом, то есть это древесный сахар, который полезен для зубов. Ей очень понравился. Почему бы нет? Если леденцы, то только такие, я считаю. Ну, потом в осознанном возрасте захочет есть сахар, пусть ест. Но пока она вот только знакомится, зачем ей давать то, что априори против ее зубов? Как тебе удалось совмещать грудное вскармливание и стоматолога? Ставят анестезию вот в этом вопрос. Сейчас Ева до сих пор на грудном вскармливании. Ей сейчас год и восемь. И, конечно, вот в первые полгода, да даже в первый год, поэтому сложновато было совмещать. Конечно, по-разному говорят об анестезии. Говорят, что она там супер сейчас современная, и она моментально в печени нейтрализуется, и недолго она в крови циркулирует. И если подождать хотя бы там два часа после сеанса, никакого воздействия на ребеночка она не окажет. Тут я не могу знать наверняка, я никак это не проверю. Вижу по реакции Евы, что все нормально. Но каждый раз все-таки на всякий случай, как можно дольше выжидаю, чтобы вымылась, так сказать, анестезия, то есть чтобы прошло хотя бы там 3-5 часов. Сейчас это уже, конечно, намного проще. Сейчас она кормится только на сон, и то только на ночной сон. Поэтому если я с утра, например, схожу к стоматологу, то за весь день все это уйдет, и вечером уже я нормально ее покормлю спокойно. Зачем удалять зубы мудрости? Часто меня очень спрашивают. Здесь много моментов, много. Во-первых, восьмерки, это зубы мудрости, у нас самые хрупкие зубы. Они одни из самых менее прочных, и по сути нам для желания они даже не нужны. Нам достаточно семерок. До них очень тяжело дойти щеткой и тщательно их прочистить. Именно поэтому они чаще всего собирают много бактерий, а значит там начинается кариес. И даже не страшно, что на них самих кариес начнется, их все равно можно удалить. А страшно то, что бактерии с нездорового зуба, то есть, например, с восьмерки, легко перейдут на здоровый зуб, на семерку, даже если вы его хорошо прочистили, и начнут развивать кариес там. Или между восьмым и седьмым зубом, тоже что очень часто происходит. Еще бывают такие случаи, как у меня сейчас, это когда он не просто ненужный зуб, а когда он еще и мешает, когда он мешает семерке, например, и может повредить корень семерки, начав пробиваться, да, потому что он в горизонтальном положении. Очень много вопросов было про импланты, коронки, виниры. Например, Саша, как ты думаешь, что ставить лучше, коронку или имплант? Это абсолютно разные вещи, абсолютно разные операции, разные случаи для них, поэтому настоятельно рекомендую поставить первую часть. Я там наглядно и достаточно подробно рассказываю, что от чего отличается и когда что ставится. Ну, в общих чертах. Конечно, лучше всего вам расскажут, это ваш стоматолог, но я, знаете, как такой посредник, чтобы вы не ходили в кресло и не испытывали лишний стресс, я делюсь своими знаниями, своим опытом. Интересный вопрос. Какие ошибки ты сделала, пока лечила зубы? Самая моя огромная ошибка, это не начать раньше. А до этого, ну, еще до вообще начала лечения, это, конечно же, не пользоваться зубной нитью. И халатно относиться к чистке зубов. То есть я могла это делать как-то на автомате. Я бы такая, все-все-все-все-все-все. Сейчас у меня это суперосознанный процесс. И я начала кайфовать от чистых зубов, от чистой эмали, от чистой поверхности, когда каждый зубик, даже самый там последний, его внутренняя небная сторона, она аж скрипит. Ну и последний вопрос. Что тебя мотивировало на протяжении всего твоего пути и как заставить себя? Нет мотивации. Ну да, мотивация, это, наверное, важная составляющая. Она у меня была скорее изнутри, потому что я хотела красивую, здоровую улыбку. Вот это просто так звучит, банально, но цель, которую я себе поставила, это действительно здоровая, это первое, да, здоровая. Второе, красивая улыбка. Наверное, всегда, чтобы заниматься здоровьем, нужна внутренняя цель, какая-то внутренняя мотивация, что ты просто-напросто хочешь быть как бы заодно, с твоим организмом, с твоим телом и помогать ему максимально. С самого детства, наверное, еще со школы, я просто не могла оторваться от красивых белых улыбок у актеров, когда там в каком-нибудь фильме кто-нибудь там улыбнется, и ты такой, боже, 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 это настоящие, такие белые, такие красивые. Наверное, меня это вдохновляло как бы так внешне, потому что это тоже немаловажная вещь. И вообще до сих пор у меня привычка странная. При встрече с любыми людьми, знакомыми, незнакомыми, я чаще всего смотрю именно на улыбку, на зубы, потому что это моя больная боль. Иногда это, мне кажется, смотрится странно. Типа человек мне смотрит в глаза, но обычно при разговоре смотришь в глаза, а я такая ему, опа, и на зубы. И не поверите, я до сих пор помню зубы практически всех своих одноклассников. То есть я смотрела, там у кого неровный, у кого какой-то срез такой интересный, у кого клыки больше, чем передний, у кого наоборот. Ну, в общем, я какой-то шизик на этой теме. В общем-то, я понимаю, что я бы так делала в любой теме. Например, была бы у меня какая-то внутренняя болячка, ну, собственно, у меня была однажды, селезенка у меня была воспалена. Надо было сесть на диету, на пятый стол, на год. Я села. Это как-то происходит легко, когда у тебя есть проблема. Когда у тебя проблемы нет, тебе и париться особо незачем, и особо двигаться не хочется. А когда есть какие-то траблы, ты просто берешь и делаешь. Не страдаешь, а просто делаешь. И максимально пытаешься превратить этот процесс во что-то приятное. Потому что это все-таки твоя жизнь, это все-таки твое время. Иногда, конечно, после стоматологов я просто прихожу какая-то вареная, абсолютно хочется только спать, все меня раздражают. Но это тоже часть жизни, это тоже нормально, это эмоции, которые проживает мое тело, и я даю им это делать. Я безумно благодарю свой организм за всю его работу, за все, что он вынес. Отдельная благодарность моей печени за то, сколько анестезии, сколько литров анестезии она нейтрализовала. Реально, еще раз захотелось поднять бокал воды, подытожу, девочки, мальчики, все, кто меня смотрит. Я очень хотела, чтобы мое видео было ни в коем случае не пугающим, а скорее просветляющим, вдохновляющим. Я вам искренне желаю храбрости, смелости и силы воли. Если вам предстоит, может быть, то же самое, может быть, меньшая часть работы, в любом случае, если вам предстоит хоть какая-то работа, я с вами, ваша поддержка на связи, дистанционно. Если у вас никаких нет проблем с зубами, просто осознайте в этот момент, как вы счастливы. Это такой кайф. Наверное, потому что я не знаю. Я вас благодарю за просмотр, за всю поддержку, которую вы оказывали на протяжении этого долгого пути и приглашаю вас в Инстаграм. Там я нередко поднимаю эту тему, да и, в принципе, там я почаще появляюсь. Я вас обнимаю, улыбайтесь чаще и следите за зубками своими, чтобы улыбаться чаще. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова